Вот я уже где-то, наверное, недели две или три, когда спать ложусь, выглядываю в окно, и где-то вот в сторону юга горит звезда одна, но не в голубом небе, а в чёрном. Вот она такая яркая-яркая, и, видимо, судя по моим знаниям, это не звезда, а планета, скорее всего, потому что она не мигает. Говорят, когда мигает эта звезда, а когда нет, то планета. И вот я думал, какая-то планета, но не смог найти информацию, и в гугле смотрел, какую-то программу скачивал на телефон. И, в общем, там было написано и про Юпитер, и про Марс, но, видимо, это Юпитер, потому что такой большой, яркий, хотя, может, я ошибаюсь. Но если Юпитер, я тут недавно смотрел передачу про планеты, так и называется, планеты, BBC. И вот там было сказано, что когда Солнце, молодое, только вспыхнуло, его лучи осветили Юпитер. То есть это была первая планета в нашей Солнечной системе. И не знаю, правда это неправда, но так они предполагают. И вот я как-то делал видео про то, сколько я наездил на газели. Я считал, сколько-то, 15 лет, по-моему, если вот каждый день ездить по тому расстоянию, по которому я ездил, то за эти 15 лет не доехать даже до Луны, а до Марса, например, 55 миллионов километров, а до Юпитера вроде бы 600 от нас. 600 миллионов. Сколько бы надо было ехать на газели? 600 миллионов километров. Не сосчитать. Ну, может, это, кстати, не Юпитер, а, например, Марс. Тогда еще лучше. Юпитер это же газообразная планета. А на Марсе можно было бы погулять. Если у вас такая кожа и вместо крови кислота, как у чужого, то запросто бы можно было по поверхности погулять. Ну, или как там будет в будущем, может, какие-нибудь ничего не придумают, они, может, правда, полетят на Марс. Вот, кстати, я где-то тоже в интернете видел картинку такую, что, говорит, Марс – это первая планета, полностью населенная роботами. Ну, имеется в виду марсоходы там и прочее. Ну, а если Юпитер, тогда мы с вами, как молодые солнышки, смотрим на первую планету в нашей Солнечной системе, как говорят ученые, тазики моченые. Продолжение следует...